Здравствуйте, мальчики и девочки! Сегодня у нас очередные новости. Новости Австралии, ну и так получилось, что и всего мира. Сейчас мы вернемся еще к тому, что происходит в Америке. Оно, кстати, нас тоже зацепило немножко. Об этом я вам расскажу чуть-чуть дальше. Ну а пока местные новости. Немного про цены на бензин. Запятую поставьте после первой цифры. Это будет дизель 1,17 доллара нашего, естественно, австралийского. Питона нашли трехметрового или 3,5 метра в двигателе. Мужичок выехал из дому, слышит какой-то звук странный в двигателе. Открыл капот, а там вот эта змеюка сидит. Как видите, он довольно безобидный. Его взяли просто руками и выселили. Говорят, что вроде нормально, все с ним в порядке, и он уполз в кусты. Есть очень большая проблема в том, что подростки угоняют машины, ездят на них с огромной скоростью, удирают от полиции. При этом страдает масса людей вокруг. Вот что происходит в итоге. Подростков отпускают, не несут ответственности за свои дела. Я уже об этом, кстати, говорил в предыдущих новостях. Сколько можно в самом-то деле? Они пользуются своей безнаказанностью и продолжают творить непонятно что. Погибло 5 человек. Пора их изолировать, пора их сажать в тюрьму и закрывать надолго. Вот, пожалуйста, я ошибся. Даже не 5, а 8 человек погибли, а еще 5 находятся сейчас в больнице в критическом состоянии. Из-за того, что один идиот решил покататься на чужой машине. Тут рыбак сам себя напорол на нож, ногу себе повредил. Его сняли вертолетом, сняли, отвезли в госпиталь. Но он заявил, что он может еще продолжать ловить рыбу в состоянии типа. Идет сезон наблюдения за китами. Сейчас готовят корабли, готовят лодочки, готовят туристов. Так как китайцев нам обрезали в страну, как бы приезд, теперь будем смотреть на них без китайцев. Вон, видите, какая прелесть. У меня, кстати, на канале есть большой фильм, называется «Красоты о, по-моему, океана», что-то такое. Я вам дам ссылку под этим видео. Вы можете посмотреть, как я смотрел на китов. С собственными глазами со своей лодки. Говорят, что, смотрите, сейчас уже резервируйте билеты, потому что из-за социальной вот этой дистанции будут ограничены места. А вот пример нашей демократии. Смотрите, премьер наш вышел рассказывать о грантах на Адамай. Об этом я вам расскажу чуть-чуть позже. Хозяин дома, на чьей лужайке премьер, начал выступать. Он сказал, я только что свою траву как бы посел, а вы мне тут топчете. Ну, естественно, премьеру ничего не оставалось делать, как сказать, что да, хорошо, уйдем. Вы можете получить грант на 25 тысяч, вот просто так, от государства. Если вы зарабатываете не более 125 тысяч в год, либо вы вдвоем 200 тысяч. На 150 тысяч, если делаете ремонт, и до 750 тысяч, вы входите в эти параметры, вы можете получить эти 25 тысяч. Как видите, можно сделать огромный ремонт. Понятное дело, со 150 тысяч это на ремонт. Наверное, будет хороший ремонт, чуть ли не полная реконструкция. Акула укусила вот этого серфера, и он погиб. Акула была 3,5 метра, довольно большая, плавала она на мелководье. Ее сейчас гоняли, гоняли полиция, там службы морские и так далее. В конце концов прогнали. В данный момент на нее объявлена охота, если ее вдруг кто-то сможет вычислить, то ее убьют. Серферу помогли выбраться из воды его коллеги, которые с ним вместе плавали. Написано, что не плавать здесь, потому что опасно. Чисто такая австралийская новость. Одна из основных местных новостей, у нас начинается торговая война с Китаем. Китай заявил, что мы теперь непосещаемая страна туристами, потому что, вот смотрите, мы дискриминируем, понятно? У нас дискриминация китайских граждан. Это, ну, большей глупости придумать нельзя, потому что Австралия вообще, по-моему, одна из первых стран в мире, в которой нет дискриминации по национальному признаку. В общем, это все фигня какая-то, придуманная китайцами для того, чтобы иметь повод. И я вам в предыдущих новостях уже не раз говорил про эту проблему. Сейчас Китай просто пытается надавить на Австралию, чтобы она прекратила расследование коронавируса, о чем они прямую и заявляли. К чему эта война приведет? Видимо, к повышению цен. Все производства важные находятся в Китае. Соответственно, Китай обнаглел. Будем как-то выживать. Мы из России, мы из Советского Союза. Мы привыкли с эмалированными тазиками жить. Так что мы выживем. Ну и, конечно же, у нас тоже тут шествия, демонстрации по поводу сохранения черных жизней и против беспредела полиции, которого, в общем-то, в Австралии я не наблюдаю. Я не знаю, Мерка будто сошел с ума. По-моему, люди просто засиделись по домам из-за этого карантина. По поводу того, что происходит в Америке, я вам не буду говорить там о черных, о белых. Представьте, да, вы полицейские. Человек попался на том, что он пробовал дать фальшивую купюру. Вы знаете, что этот человек имел судимость. Он баловался наркотиками, два раза попадал за кокаин в тюрьму. Он баловался воровством, занимался грабежами. Он залез в дом к женщине, к беременной женщине. И в поисках денег и наркотиков приставил ей к животу пистолет. Вот такого товарища вы, как полицейский, поймали, да? Как вы, как полицейский, будете вести себя с таким человеком? Скажите мне, не важно, черный он, белый. Это рецидивист, ребята. Рецидивист. Причем с таким, с хорошим послужным списком. Вы будете его уговаривать, там, говорить ему ласковые слова какие-то. Да, конечно, нельзя его придавливать коленом, чтобы он там задохнулся. Давайте сейчас прикинем, вот идут демонстрации. Против чего они идут? Против произвола полиции. Любая демонстрация имеет свойство какой-то результата достигнуть. На данный момент достигли результата, отдали под суд вот тех ребят, которые были виноватых. Тот, кто придавил офицер, кто придавил Флойда, должен отвечать за это. Ну, господа, ну идти громить магазины? Воровать? Это что, это протесты? Причем здесь черные, белые. Это обыкновенные грабители сейчас на улицах. И в других странах начали жечь, бить все. Простите меня, это не протест, это хулиганские акты. Терроризм фактически против мирных жителей. Без разницы, кто там грабит. Белые, черные. Наказывать надо всех. Если ты преступник, ты должен отвечать за то, что ты делаешь. Apple все украденные телефоны просто заблокировал. Есть такая возможность. То есть эти ребята остались ни с чем. То вы посмотрите, какие сейчас лозунги. Черная жизнь сейчас цена. Она находится в приоритете. Простите, а я вот, например, белые. Почему вы не пишете, что все жизни ценные? Почему моя жизнь, по-вашему, не ценная? Мне тоже надо выходить с плакатом на улицу и кричать. Не знаю, что. Бить, начать витрины. Да, я рад, что моя жизнь белая тоже ценная. Да ну, люди, ну это бред какой-то происходит. Я этого лично не понимаю. Это надо прекращать. Как бы ни получилось у нас, что из-за всех этих протестов пойдет еще одна волна заражения коронавирусом. Потому что народ по 30 тысяч собирается. Простите, а дистанцию держать-то кто будет? У нас демократия. Но вы вышли, если на митинг, если вы 30 тысяч человек стоите рядом, плечо к плечу, значит, будьте добры теперь отсидеть две недели дома карантина. Вы нарушаете закон. Редактор субтитров А.Семкин